Всем привет, дорогие зрители моего канала! С вами Татьяна Кузьмина и проект Фаберлик Реалити. Сегодня я хочу вам рассказать о том, каким образом я избавляюсь от гряди, от пятен, которые регулярно образуются на верхней одежде, особенно на светлой, на пуховиках, на куртках. Вы знаете, поводом для написания данного видео послужил рассказ одной из моих клиентов, которая мне поведала, что она в спортмастере приобрела какое-то недешевое средство для стирки пуховиков. Воспользовалась этим средством, а желаемого результата не получила. Я, конечно же, поделилась с ней своим жизненным опытом, порекомендовала те средства, которые помогают мне избавиться от подобной проблемы. И сейчас я расскажу об этом и вам. Решил я постирать сейчас куртку. Посмотрите, какие рукава. Я не знаю, честно говоря, откуда вот этот затек появился. Вот явно видно, да? Грязь вот здесь вот на стыках в шубе. Дальше грязь, конечно же, всегда вот здесь вот на вороте у нас. Так, вот видите, тоналка здесь отпечатывается, пятна тоже всякие. Здесь вот с внутренней стороны тоже грязюка. Сейчас здесь наружная, потому что я подворачиваю воротник, и, естественно, он трется от тоналки. Вот видите, прям видна вот эта грязь. Вот она, тоналочка. О, шикарная какая! Сейчас смотрите, что я буду делать. Я буду использовать наш карандашик. Карандаш отбеливайте. И, правда, не удивляйтесь, он у меня в таком уже страшном виде. Я себе прям новый заказала. Но этим еще пользуюсь. Вот карандаш пятнового водителя. И он у меня уже, я давно и пользуюсь, на самом деле, в таком непрезентабельном виде. Но от этого не меняется его смысл. Я сейчас все это хозяйство, значит, натру вот эти вот засаленные места вот этим карандашом пятнового водителя. Предварительно немножечко смочу эти участки. И оставлю где-то, ну, может быть, на 10 минут, на 15. Вот. А дальше буду стирать эту курточку. И продемонстрирую вам, какой же окончательный будет результат. Вот курточку я прям в раковину вот так разместилась. Сейчас вот эти участки замочу немножечко, вернее, намочу. И дальше карандашом пятнового водителя все это дело будем втирать, растирать хорошенько. Я не боюсь, что у меня не отстирается или что у меня обесцветится ткань. Потому что карандаш кислородный, и он абсолютно безвредно воздействует на ткани, не обесцвечивая их. Здесь немножечко потер. Даже вот сейчас уже видно, что ничего нет. Можно и не оставлять на 10-15 минут. Обычно я меньше оставляю. Вот видите, здесь вот я намочила, но вот тоналка, вот она, прям ее видно, белая, да? Сейчас белую тоналочку эту, светлую, хорошо разопем. Всегда смачиваем немножко водичкой. Немножечко, он чуть-чуть пенится, прям совсем слегка. Можно сказать, практически еле заметно ломбимый. Вот такой вот эффект вспенивания. Его практически не видно. И пятен не видно, кстати говоря. Так, не первый раз уже я так делаю. Поступаю. Это, наверное, уже, я не знаю, какой раз я стираю эту куртку. За весну уже раз пятый, наверное, я ее стираю. И всегда вот в этих местах она очень сильно засадивается. Теперь рукава давайте возьмем. Вот он, этот рукав, видите? Прям вот это вот пятно. Я не знаю, откуда оно возникло, если честно. Для меня это тоже открытие, где я могла так испачкать эти рукава. Ну, в общем, вот, вот, все. Я уже даже сейчас вижу, что у меня нет этих пятен. Ну, пусть для большей убедительности еще какое-то время я подержу, выдержу экспозицию. Речи просится у меня. Сейчас, девочки, откроем. Заходи. Заходи, заходи. Заходи, еще хорь. Ну что, зашел. Зашел мой паренек. Помощник мой. Везде свой носик засунет любопытно. Как же без него-то. Так, и где-то второй рукав. Вот, второй рукав. Он менее засален, но все равно, вы видите, вот, те же вот эти вот какие-то пятна. В общем, где я лазала? Не могу вам сказать, где сумы. Вот остается загадка. Где-то же я все-таки налазала. Так, чтобы хорошо испачкаться. Так, это Речи прыгнул помогательно. Нос вы хочешь засунуть сюда, да? Тебе сюда не надо. Прыгает на ванну, в ванну. Везде носит. Так, угорелый вообще. Сейчас я вам его покажу. Сейчас руки помою чуть-чуть. Так, вот эту сторону уберем. Ну все, собственно говоря, это будет сейчас отмокать. Да, ручки помоем. И мы сейчас покажем своего хулиганища. Иди сюда, хулиганища. Вот он, но засунул. Вот он. Вон туда в камеру скажи. Вот он я. Вот он я. Вот он любознательный. Ну все, девчонки, сейчас вижу экспозицию и постираю машинки. И все. Так, курточка у меня уже в машинке. Сейчас я возьму ложечку стирального порошка. Там у меня уже он заканчивается на донышке. Вон там он, видите, ложечка. Вот ложки этого стирального порошка. Сейчас я вам покажу. Вот. Будет вполне достаточно для того, чтобы мне эту курточку все постирать. Можно пополнить. Так вот, конечно, очень сильно неудобно. Ну, вот столько примерно. Наберу, вложу в машинку. И смотрите, кто у меня в машинке тоже сидит. Сейчас я и тебя сейчас постираю. Будет любознательный. Вон, видите, лезет в машинку. Вообще просто шпанюга. Рича остался снаружи. Вот он. Курточка вон там внутри. Рича, ну куда же ты лезешь? Вот, ставлю на 30 градусов. Ой, на 30 минут. На 30 градусов. И, то есть, быстрой стиркой. И запускаем. Все, сейчас машиночка будет наша стираться. Курточка. Пошел процесс. А Рича наблюдает. Ричи, Ричуха. Вот он. Все. Ну что ж, пришло время продемонстрировать результат. Курточка моя высохла на следующий день, да? Вот, смотрите. Здесь у меня были засаленные грязные места. Вот здесь все в тоналке было. Вы сейчас видите, что абсолютно ровная чистая поверхность. С одной стороны. Конечно же, с другой. Результат все то же самое. Все чистенько. Все пятна отстирались. Вот, пожалуйста, рукава. Смотрите. Нигде никаких пятен, никакой грязи. Сейчас с другой стороны вам поверну. Помните, у меня здесь прям такие вот были затеки. Сейчас все чистенько. Все хорошо. Все аккуратненько. И обратите внимание, курточка у меня фаберликовская. Очень она мне нравится. Уже второй сезон ее ношу. Веры и правды она мне служит. Мне нравится, что у нее такой глубокий, хороший капюшон. И вообще она очень удобная, легкая. Но в то же время она очень теплая. Я ее ношу до минус 5 градусов. Ну, спокойно. На этом все. Если видео вам было интересно и полезно, ставьте лайк. Если не подписаны на мой канал, подпишитесь. Не забудьте нажать на колокольчик. Если вы хотите пользоваться продукцией компании Фаберлик с большой выгодой для себя, пишите мне в личку под тем ссылочком, которые я оставила в данном видео на свои социальные сети. И я с вами свяжусь. Либо вы можете самостоятельно пройти регистрацию в компании Фаберлик по активной ссылочке, которая также есть под данным видео. И я тоже после регистрации с вами свяжусь. И дальше стану вашим помощником в компании Фаберлик. Ну, а теперь всем пока-пока. До следующих встреч. И увидимся с вами в следующих видео. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...